МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Таксист брызнул перцовым баллончиком в лицо пассажирки. Любовная ссора привела к трагедии. Молодой человек выпрыгнул с 8-го этажа. Соболековскую дорогу закроют в пути объезда. Двор без дорог. Жители вокзальной 38 жалуются на ужасное состояние асфальта. Собрали подарки. В селе Ташлык готовятся ко дню села. Покорили Казахстан. Идем на Башкирию. Нефтехимик одержал очередную победу в новом предсезонном турнире. Об этом мы не только прямо сейчас. Вы смотрите новости на телеканале НТР в студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. Сервис, от которого плакать хочется, зрительница обратилась в нашу телекомпанию с ужасающей историей. Таксист брызнул ей в лицо перцовым баллончиком. Регина Сулейманова пообщалась с пострадавшей и водителем такси. Обожженное красное лицо, отекшие глаза. Это фото наша героиня сделала сразу же после злополучной поездки. В тот вечер было все как обычно. Родственница вызвала такси. Обе поехали по домам. Сноха вышла из машины первой. Оплатила поездку. Дальше поехали по второму адресу. На месте таксист начал требовать деньги за обе точки. Якобы за первую ему никто не заплатил. Я его попросила подождать. Подождать. Чтобы он подождал. Пока я дозвонюсь этой девушке, из которой ехала. В итоге таксист стал нервничать. Я его до этого периода как бы не отпускала, чтобы выяснить обстоятельства. Пока я звонила, этот таксист взял баллончик, брызнув мне его в глаза, развернулся, наглым образом развернулся и уехал. После инцидента женщина кое-как добралась до дома. У нее началась сильная аллергическая реакция. Пришлось даже обращаться за медицинской помощью. Как выглядел водитель, наша героиня разглядеть не успела. К счастью, запомнила номер машины. И сейчас намерена добиться справедливости. Я хотелось бы обратиться к руководству этого такси Камилла, кого они принимают на работу, к себе. Чтобы больше не было таких инцидентов неприятных. Чтобы они объяснили эту ситуацию. Если не обратят на это внимание, мне придется обратиться в суд. Чтобы у граждан нашего города тоже была своя безопасность в таких ситуациях. Такси в курсе этой ситуации. Там до сих пор не верят, что водитель мог воспользоваться баллончиком. Такси с большим стажем. Имеет лицензию. Позже нам удалось с ним встретиться. Он объяснил свою позицию. Она не хотела оплачивать один адрес. Один адрес они оплатили. Суть даже не в деньгах. Она не давала мне работать. Не хотела выходить из машины. То, что женщина сама спровоцировала конфликт. Красноречиво говорят телефоны и записи. К слову, все переговоры с диспетчером сохраняются на сервер. Кто виноват, а кто прав, в этой ситуации судить не нам. Возможно, эту историю обе стороны просто забудут и пойдут на мировую. Но пока пострадавшая женщина твердо намерена либо получить извинения, а если их не будет, идти в суд. Регина Сулейманова, Марсель Жураев, Рафаэр Кипов, Новости НТР. Ссора, которая привела к гибели 18-летнего нижнекамца. С балкона 8 этажа выпрыгнул молодой человек. Это стало настоящим шоком для друзей погибшего. Ведь они собрались в этот день, чтобы отметить день рождения своего товарища. Александр Комаров попытался узнать мотивы этого поступка. У меня было уже рождение, было у меня. Просто я сидел с ним, я с этим человеком, с девушкой и моя девушка была. Я с ним сидел, они пошли, мы посидели, справились, потом пошли в магазин. Мы с ним. Александр в шоке от того, что в день его рождения произошла смерть близкого человека. За несколько часов до трагедии они вместе сидели за столом. Затем хозяин квартиры вышел из дома по делам, а чуть позже узнал ужасные новости. А я уже не знаю, что там случилось, что там случилось, что они там разговаривались, я не знаю, не слышал. Первую попытку выпрыгнуть из окна парень предпринял именно из квартиры, где отмечался день рождения. Но друзья успели его спасти. Спустя какое-то время ему все же удалось довести задуманное до конца. Вот, 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 вот кровь, вот здесь вот кровь. Вон, видишь, виднеется еще кровь. И прямо цветы лежали на этом месте, да? Вот здесь цветы лежали. Цветы лежали. Многие жители дома видели только последствия вчерашнего происшествия. Но были и очевидцы того, как парень сделал роковой шаг. И они в этот момент тоже могли пострадать. По одной из информаций, пострадавших могло быть намного больше. Потому как в момент трагедии возле подъезда находилась группа людей. Они услышали крик парня, который решил спрыгнуть с балкона. После чего они успели разбежаться. Показания очевидцев легли в основу проверочного материала, которым занимается следственный комитет. По результатам доследственной проверки уже известно, что криминального следа здесь нет. Криминал нет и не прослеживается, поскольку была ссора, банальная ссора молодых людей. И на почве ссора наш человек совершает за одном пособок. Жалко. Жить только детям. Молодежь тоже фыр ругается. Александр Комаров, Евгений Лызаев. Новости НТР. Новые подробности о гибели семилетнего мальчика, который накануне выпал из окна высотки на студенческой 5А. По данным следственного комитета, в момент трагедии родителей не было дома. Хотя ранее сообщалось, что пока ребенок играл на балконе, взрослые находились в соседней комнате. Напомним, трагедия произошла при следующих обстоятельствах. Мальчик играл на подоконнике, после чего вылез в окно и, облокотившись на растянутую белевую веревку, стал общаться с игравшими на улице детьми. В этот момент веревка оборвалась, мальчик упал, ребенок погиб. Это только одна из версий. Сейчас проводится следственная проверка. Тренировку в фитнес-клубе прервал пожар. Возгорание произошло в доме Ношинников-3. По предварительной версии, очаг находился в сауне. На момент возгорания в фитнес-центре никого не было. Работники успели быстро отреагировать и покинули здание. С пламенем удалось справиться за считанные минуты. Обошлось без пострадавших. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Также все службы города собрались около дома на строителей 13Б. Заявили об утечке газа. Существовала вероятность взрыва. Позже стало ясно. Все не так серьезно. Как таковой утечки газа не было. Оказывается, в одной из квартир сломался шток у крана газовой плиты. Самыми компетентными в решении этой проблемы были газовики. И они и занялись заменой неисправной детали. Пружинка отвернулась, болт, шток выпал. Она даже, может быть, утечки и не была. Минимальная утечка. Это ничего страшного. Шток на место поставили, и все. Дан инструктаж хозяйке. Теперь информация для автолюбителей. Завтра на ремонт закроют одну сторону Соболековской дороги. Заменят 80 тысяч квадратных метров старого дорожного покрытия. Средства на реализацию масштабного проекта выделил Нижнекамск, Нефтехим и Республика. Работы будут идти круглосуточно, без выходных, чтобы успеть завершить ремонт к 8 сентября – дню празднования 50-летия градообразующего предприятия. Ко второй части участка планируют приступить во второй половине сентября. Поток машин направят по встречной полосе. Объехать ремонтируемый участок можно будет через БСИ и автодорогу Южная. Всех водителей просят отнестись с пониманием к неудобствам и соблюдать временные знаки. Дорога больше напоминает склон. Так отзываются жители вокзальной 38 о состоянии асфальта в своем дворе. Мало того, что полотно все в ямах, оно еще под наклоном. После дождей вся вода стекает к подъезду, образуя огромные лужи. Будет ли ремонт, узнавал Вадим Струменский. Город преобразовывается, поющие фонтаны, скверы, красота кругом неописуемая. И после этого возвращаемся в свой разбитый двор. Именно разбитый двор заставил жильцов дома провести внеочередное собрание. По словам местных жителей, вот уже 30 лет внутридворовая дорога капитально не ремонтировалась. Сейчас свое состояние во всех смыслах дорогое. Ведь один проезд по полотну может влететь автолюбителям в копеечку. Не только неудобно, но даже опасно ходить по асфальту и пешеходам. Узкий проезд, глубокие выбоины, только полбеды, говорят люди. Дорога под наклоном и из-за этого образуются лужи. Не нужно быть специалистом, чтобы понять. Внутридворовая дорога у дома вокзальная 38 находится под наклоном. А теперь представьте, какие здесь последствия ливня. Местные жильцы говорят, что это одна из самых главных проблем. Ведь вся вода вот отсюда стекает до самого подъезда. Жильцы дома с 2013 года обивают пороги администрации. Этой весной сюда приезжала рабочая комиссия. Люди надеялись, двор войдет в программу капремонта. Но этого не произошло. Теперь вся надежда на мэра города. Айдар Раисович, жители 38 дома убедительно просят вас обратить внимание на наши нужды. Пожалуйста, просим вас. Сегодня нам рассказали, что о проблемах жителей 38 дома в администрации города знают. Рабочая комиссия зафиксировала все имеющиеся недочеты и ситуацию взяли на карандаш. Правда, в 2017 капремонт сюда не придет. Ведь есть дворы, где состояние дорог еще хуже. Что касается вокзальной, работы здесь планируются в ближайшие годы. Жильцам остается надеяться, что тяжелая техника зайдет в их двор хотя бы в 2018. Вадим Струминский, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. В городе появится более 14 тысяч рабочих мест. Будут они не на крупных предприятиях, а достанутся среднему и малому бизнесу. Комиссия Минэкономразвития одобрила вступление Нижнекамска в ТОССР. Территория опережающего развития даст возможность создать бизнес на выгодных условиях, льготы по налогам и сокращение взносов во внебюджетные фонды. Это позволит снизить зависимость от городообразующих предприятий. Уже сейчас предприниматели презентуют свои идеи на инвестиционных проектах, чтобы стать резидентами ТОССР. Всего же за 10 лет планируется создать 170 участников и 14 тысяч постоянных рабочих мест. К слову, на последнем инвестиционном совете рассказали о планах открытия в Нижнекамске индустриальный парк «Пионер». Площадь достигает 45 тысяч квадратных метров. Рабочие места смогут получить 850 человек. Также в городе хотят создать свое место для творческих людей. Проект мастерской «Хэппи-Скраппер» также был одобрен. Сейчас на территории города и района реализуется 22 новых проекта. Объем инвестиций составил почти 3 миллиарда рублей. Уже создано 35 новых рабочих мест. Пожарные отряды со всей республики съехались в Нижнекамск, чтобы выявить лучшего и почтить память тех, кто погиб, выполняя служебный долг. В городе прошли соревнования противопожарной службы. Кто смог занять первое место, расскажет Светлана Шумкова. Прежде чем начать соревнования, торжественное открытие. Отряды построились в колонну. Слова на путьстве от начальников, а после минуты молчания – то, ради чего и собрались сегодня лучшие из лучших. Почтить память тех, кто погиб, выполняя служебный долг. Мустакимов Калин Газович, Валк Александр Борисович, Ульянов Геннадий Федорович. В Нижнекамске в 87-м году погибли трое пожарных при взрыве и дальнейшем тушении насосной установки на нефтехимическом комплексе. 11 человек, ребят, пострадали. Ну, пострадали в основном ожоги. А три человека оказались в эпицентре взрыва. Даже такой человек, как начальник отдела кадров, он мог и не выезжать на пожар, но он решил помочь. Мухаммадеев и Наэль тоже погибли. Команды делятся на небольшие группы. Одни сдают теорию этой инструкции и приказы. Другие преодолевают полосу препятствий. Через 15 метров после старта пожарные проходят элементы эстакада, змейка и коридор. И бегут к дымовой камере, где якобы находятся пострадавшие и его нужно спасти. За всеми действиями следят судьи. Звено гонозащитников состоит из трех человек. То есть они проникают непосредственно в помещение, ищут пострадавшего в дыму, выносят его на свежий воздух. И также осуществляют процесс тушения пожара. Это второй этап соревнований. Первые пожарные проходили в своих городах. Участники – 8 команд из Казани, Челнов, Альметьевска и Нижнекамска. Задача соревнований – определить уровень подготовки звеньев, газодымозащитной службы и слаженность работы. Здесь дорога каждая секунда. Это завершающий этап соревнований. По сценарию горит вот эта цесерна. И сейчас гарнизон пожарных поднялся наверх для того, чтобы в первую очередь спасти пострадавшего, после чего они приступят к тушению очага возгорания. В конце команды должны поразить мишень. Побеждает тот, кто набрал меньше штрафного времени при выполнении практических упражнений и правильно ответил на все теоретические вопросы. Время у нас 7 минут 37 секунд. В общем, то, что планировали, мы выполнили. В норму уложились. Главное – выйти из 8 минут. Были, конечно, несколько ошибок при спасении пострадавшего с теплодымокамерой. Также при спуске пострадавшего тоже. Очень много упражнений. И за всем успевать физически очень тяжело под конец. В результате первое и второе места заняли нижнекамцы. Это пожарная часть номер 35 и 92. Третье место досталось 77-й части из Альметьевска. Светлана Шибкова, Ренат Харасов. Новости НТР. В селе Ташлык целый день. Звучала музыка, жители пели и танцевали. Так прошел сбор подарков на праздник «День села», который пройдет 19 августа. За веселым мероприятием наблюдала наша съемочная группа. Задорные мелодии гармонии, красочные повозки, радостные голоса детворы. По народным традициям, в преддверии большого праздника молодежь села Ташлык выходит собирать подарки. Глядя на них, пожилые люди вспоминают свою юность. Моя мама уже давно, в этом году, когда же будет Сабантуя? Когда же будет? Потому что они уже привыкли каждый год к этому празднику. Готовятся, специально подарки готовят. Готовим подарки специально для Сабантуя. Даже вот приезжают родственники, дети, внуки. Они тоже привозят для специально Сабантуя. Активисты с песнями прошлись по всей деревне. Присоединяясь к поздравлениям, сельчане завязывали на шесть платки и полотенца. Некоторые приглашали гостей пройти во двор, где вместе пели и танцевали. Сбор подарков продолжался целый день. Сам праздник жители ждут с нетерпением. Тем более сельчане в этом году своими силами благоустроили территорию Майдана. С 9 мая по сегодняшний день там ведутся работы, строительные работы. Это включает себя на Майдане. Это мы сделали сцену отдельно. Все, как говорится, как амфитеатр, можно сказать даже. Это, конечно, с помощью наших сельчан. Они как бы и спонсорские показали свои эти. И по труду уже как бы свои силы вложили в этот объект. Более 30 лет жители села все праздники отмечают вот на этом Майдане. В этом году День села пройдет на обновленной площадке. Насколько она преобразится, сельчане смогут увидеть 19 августа. Начало мероприятия в 11 часов дня. Гульянец Матулина, Максим Липин, Новости НТР. Зумба, пилатес и функциональная тренировка. Врачи Нижнекамска поддержали движение «Зеленый фитнес». Они показали профилактика – это залог здоровья. Анастасия Попова оценила физическую подготовку врачей. Зажигательная латино, энергичные движения и заводной тренер. Таковы три слагаемых отличного настроения и подтянутой фигуры. А тренироваться на свежем воздухе и в окружении зеномышленников приятно вдвойне. Сегодня у нас занятие зарядка в стиле зумба, функциональная тренировка и пилатес. А сегодняшнее наше мероприятие посещено тренировку. Воскресные зарядки от «Зеленого фитнеса» проводятся в Нижнекамске второй месяц. В этот раз к движению присоединились врачи, сотрудники поликлиник и больниц Нижнекамска, по главе с руководителем управления здравоохранения Венерой Рахимовой. Сегодня мы личным примером просто хотели поддержать вот такой замечательный проект. Все движения, которые показывают инструкторы, они всем подвластны. Поэтому я думаю, любой может прийти в выходной день, ничем не обремененный, попрыгать, поскакать и привести себя неплохо. Мне хотелось показать, что действительно здравоохранение у нас работает, занимается. И мне кажется, что профилактика, она должна быть впереди. И если мы будем выглядеть хорошо, на нас будут смотреть все остальные и подтянутся. С помощью простых и регулярных упражнений участники проекта «Зеленый фитнес» смогут не только прокачать свое тело, но и зарядиться энергией на всю неделю. Бесплатные занятия проводятся каждое воскресенье с 10 часов утра. Задействованы три площадки – парк «Семья», «Солнечная поляна» и парк «Тукая». Прийти на тренировку может любой желающий. Главное – хорошее настроение и желание зажигать. Анастасия Попова, Евгений Лызаев, Ренат Харасов. Новости НТР. На этом моя часть завершена. Далее смотрите новости спорта. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или пишите нам на сайт ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Солеты скидка 10% на лечение и протезирование. Новостоматология. Шинников 57. 40 66 77. Качественные продукты по очень приятным ценам в новом магазине «Гастроном». Свежедеревенское, чистопольское мясо, свинина и говядина. Куриная продукция, рыба и колбаса. Фрукты и овощи. Кондитерские изделия. Приходите к нам за покупками. Ждем вас в магазине «Гастроном» в торговом центре «Шатлык» на Мира 59. Нижнекамский индустриальный техникум продолжает наборы на базе 9-11 классов по специальностям. АСУ, технологии машиностроения, лаборант ФМИ, электромонтер. Наш адрес. Улица Химков, 29. Телефон 30 18 26. За очередной кубок. Кубок Республики Башкортостан. В старт турнира занимался победой и первым нашим соперником стала Тольятинская «Лада». Открыть счет с шайбом командам удалось лишь к середине первого периода. На 11-й минуте Аркалов с передачи «Хайрульна» распечатал ворот «Лады». На что в этом игровом отрезке соперники ответить не смогли. Зато смогли это сделать в следующие 20-ти минутки. На 28-й минуте Тольятинцы сравняли, но единицы на табло подержались недолго. Оставшись в меньшинстве «Лада» пропустила вторую шайбу. Автором гола стал Пиганович. В оставшееся время команды отстояли в сухую. Итог победа «Нефтехимика» в основном времени со счетом 3-1. Овертайм завершился со счетом 2-0 в пользу «Лады». Всего в рамках этого турнира команде осталось сыграть еще три матча. Следующим соперником станет Слават Юлаев. А после в пятницу наши парни выйдут на лед в матче с Владивостокским адмиралом. Но и в продолжении темы о новостях, касающихся очередных изменений в составе наших команд, официальный сайт заявил о расторжении контракта с рядом игроков. По инициативе клуба расторган контракт с нападающим Никитом Квартальновым. В прошлом сезоне форвард провел за нашу команду 27 игр и набрал 4 очка. Напомню, в расположении клуба хоккеист перешел в ноябре прошлого года из московского ЦСКА. Всего в КХЛ Квартальнов в 131 матче набрал 11 очков. Изменения коснулись состава нашей молодежки. Так, по обоедному соглашению сторон расторгнуты контракты с нападающим Антоном Пачином и защитниками Гором Сорокином. За реактор Пачин провел 148 игр и набрал 54 очка. Сорокин выходил на лед в 124 играх, в которых отметился четырьмя забитыми шайбами с 26 результативными передачами. Также, как стал известным сайтом чемпионат.ком, на турнире в Уфе к нефтехимику присоединился нападающий Ярославского локомотива Эмиль Галимов. В замене ярославца получит денежную компенсацию. В минувшем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, забросил 5 шайб и отдал 4 голевых пасса при показателе полезности минус 3. В плей-офф на его счету 1 голевой пасс в 4 матчах. Другими виновами спорта. Нижнекамск принял крупные республиканские соревнования. На стадионе спорткомплекса «Дружба» прошел чемпионат Татарстана по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья. О том, как выступили нижнекамцы, узнаете из следующего материала. В город съехалось около 200 особенных спортсменов. Это представители 14 команд, городов и сельских поселений со всего Татарстана. Конкуренция более чем достойная. И в таких условиях спортсменам предстояло показать себе как можно лучше. Ведь здесь можно было отобраться на федеральный чемпионат. Самые лучшие призовые люди, занявшие призовые места, представляют нашу республику на чемпионате России. Здесь бегает девушка, которая уже принимала участие на чемпионате России. Мы смотрим на молодые таланты, отбираем. И, конечно, самое лучшее у нас командируется на высокие соревнования. Здесь всегда хорошо проводилось. И организационно очень хорошо проводится, и судейство замечательное, и горы сам располагает. И день физкультурника сегодня, с чем мы поздравляем всех спортсменов. Толканье дра, прыжки в длину и бег в последнем было представлено 4 дистанции. 100, 200, 800 и полторы тысячи метров. Проходили эти этапы спортсмена с ограниченными возможностями здоровья всех групп. По каждой из них результат шел в отдельный зачет. Ваша фамилия. Я доволен, что занял первое место. Сегодня это будем кидать, вот ядро кидать будем. Вот попробуем, не знаю, как получится. Заявиться на каждой из представленных в программе видов можно было добровольно. Тем не менее, проверить свои силы захотел практически каждый. Много участников собрало толканье ядра. Каждому давалось две попытки. Лучший результат и шел в зачет. Я толкаю первый раз, только до этого никогда этим не занимался. Ну, интересно. Очень замечательный праздник. Почаще и побольше бы таких мероприятий. Все было великолепно. В результате в копилке нижнекамцев в этом году 6 золотых, столько же серебряных медалей и одна бронза. Несмотря на то, что этот результат несколько ниже прошлогоднего, он оставляет шансы нашим спортсменам пробиться на федеральный чемпионат. Теперь о событиях предстоящих. В Нижнекамске впервые пройдут соревнования по командному бегу с препятствиями «Оранж Рейс». Участникам предстоит преодолеть трассу длиной в 5 километров около 10 различных препятствий. Кроме непосредственного забега, участникам всей команды потребуется прыгать, поднимать и приносить тяжести, выполнить упражнение, бёрпи и многое другое. Поистине испытания не для слабаков. Запек запланировано 10 сентября. Трасса будет расположена в детском оздоровительном лагере «Чайка». Состав команды 6 человек в возрасте не младше 18 лет. Все участники получат медали, а победителям достанутся кубки. Регистрация на состязании уже открыта. Записаться можно на официальном сайте «Оранж Фитнес Нижнекамск», ссылку вы сейчас видите на своих экранах, либо непосредственно в самом клубе по адресу «Шеник в 37». Регистрация открыта до 7 сентября. Более подробную информацию ищите на сайте клуба. Ну а на сегодня у меня всё. Смотрите далее в эфире «НТР. Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Вы мёрзнете, кашляете. Да. Уникальные соляные пещеры предлагают снять усталость, стресс, укрепить иммунитет, морской микроклимат, кислородные коктейли и скидка 20%. Море далеко, а мы рядом. У нас лето настоящее. В среду, 16 августа, в Нижнекамске температура воздуха составит 22-23 градуса тепла. Ожидается небольшой дождь, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Магнитное поле Земли слабо возмущённое. Не получилось съездить на море? Провели лето на даче или в деревне? Жаль. А ведь на носу учебный год, и хочется всей семьёй напитаться полезными микроэлементами на год вперёд. Значит, наша информация для вас. На отличная возможность зарядиться здоровьем, пройти курс оздоровительных процедур в соляных пещерах. Наши адреса. Строители 24 и Бызова 6. Экономьте ваши деньги и дышите морским воздухом в Нижнекамске. Вы мёрзнете, кашляете. Да. Уникальные соляные пещеры предлагают снять усталость, стресс, укрепить иммунитет, морской микроклимат, кислородные коктейли и скидка 20%. Море далеко, а мы рядом. У нас лето настоящее. Настоящее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова